Это не снежный холм, а гора песко-соляной смеси. И это только часть запасов. В городе таких гор не меньше трех. Ежедневно на смену выезжают по 20 машин, которые обрабатывают смесью улицы нашего города. И у нее больше недостатков, чем достоинств. Первый значимый недостаток то, что она работает хорошо и эффективно в диапазоне от минус 1 до минус 15 градусов. Когда температура понижается ниже минус 15 градусов, то эффективность ее падает. Перепады температуры не то, что для города, а для страны явление обычное. И опускается она куда ниже заявленных минус 10 градусов. Второй недостаток песко-соляной смеси – это сам песок. Его микрогранулы остаются на улицах города до весны, если не до лета. И убрать их довольно сложно. А с первыми дождями этот недостаток легко увидеть. Песок из нее постепенно проникает в ливневую канализацию и забивает ее. В результате чего специализированная городская коммунальная служба регулярно вынуждена проводить очистки ливневой канализации. О том, что микрочастицы песка увеличивают количество пыли в воздухе и говорить не стоит, это понятно практически каждому. Вред песко-соляная смесь наносит не только экологии и ливневым канализациям, но и автомобилям. В состав песко-соляной смеси входят и соли, которые вступают в химическую реакцию с кузовом автомобиля. Несмотря на то, что кузов автомобиля, конечно, закрыт и лакокрасочными покрытиями, и антикоррозийными обработками всевозможными, но в любом случае образовываются где-то в процессе эксплуатации трещины, микросколы, в которые попадает эта соль и начинает реакция. Соответственно, автомобиль начинает сильно ржаветь, особенно если попадают микротрещины и начинает спучиваться эта краска, то есть именно до того, что происходит уже эффект коррозии. С конца прошлого года возникали разговоры о том, чтобы навсегда отказаться от песко-соляной смеси. После обмена опытом с коллегами из других городов, главой города было принято твердое решение – применять реагенты. Со следующей зимы наши улицы будут обрабатываться веществом под названием «Бионорт». Это разработка Уральского завода противогололедных материалов. Достоинством этой смеси является то, что он работает в температурном диапазоне от минус 1 до минус 30. В состав его входят помимо соли натрия, хлорида натрия, входят хлориды калия и хлорида кальция. За счет такого уникального состава все недостатки песко-соляной соли нивелируются. «Бионорт» растворяется полностью, поэтому количество пыли в городе в другие сезоны заметно уменьшится. Компоненты реагента практически безвредны для обуви, резин машин и меховых изделий. По словам директора муниципального бюджетного учреждения Дирекции благоустройства города, «Бионорт» сертифицирован как полностью безопасный для здоровья. Переход этот ввиду организационных и технических причин не может быть совершен разово. И поэтому ведется речь в настоящее время о поэтапном переходе. В первую очередь глава поставил задачу перевести на обработку реагентом улицы исторического центра. Ну, конечно, это прежде всего свобода Ленина. Финансовая сторона вопроса не менее интересна. Реагент «Бионорт» стоит дороже песко-соляной смеси. Но есть и веское «но». Это дополнительные деньги, которые тратятся на устранение последствий от смеси, такие как пыль, грязь и чистка ливневых канализаций. Возникает другой вопрос. Куда тянутся эти горы песко-соляной смеси? Она будет израсходована. То есть мы пойдем от центра к периферии. Пока вне исторического центра обработка песко-соляной смеси пока будет продолжена. Правда, эксперты технического обслуживания с абсолютной безвредностью нового реагента не согласны. Вред останется, я думаю, что таким же, судя по химическому составу данной смеси. В ее состав входят такие же соли, только они несколько в другом виде. Рекомендация от экспертов одна – почаще заезжать на автомойку. Особенно, если автомобиль хранится в теплом помещении. А как себя проявит новый реагент и действительно ли он безвреден, узнаем совсем скоро. Валерий Седов, Роман Вихров. Телекомпания. Город.